Итак, дорогие друзья, почему я в Комсомолке? Юным, еще сопливеньким лейтенантом, корреспондентом Дальневосточной дивизионки я написал в начале 70-х годов, ох, как давно это было, первую заметку в «Комсомольской правде», мне оттуда прислали документ. Ну, вы знаете, я это сравниваю для себя, как будто я совершил первый полет в космос, как Юрий Гагарин. Мне прислали удостоверение нештатного корреспондента «Комсомольской правды». Вдумайтесь, с начала 70-х годов. И вот уже я 20 лет в «Комсомольской правде». Конечно, было огромное количество приглашений, и уйти на телевидение, даже в администрацию президента. Было много предложений. Но я консерватор. Я однолюб по части газеты. Я о женщинах не говорю. Но если я пришел в эту газету, если она мне дала крылья, если она мне дала имя, я не могу ее предать. Я офицер, и для меня это свято. Это «Комсомольская правда» находится на территории фабрики. Внимание! Где впервые в Советском Союзе, я военный человек, был пошит бронежилет. Ну, а еще я вам, дорогие друзья, советую, зайдите все-таки в музей. Музей – это наше великое, великое родословное, запечатленное в фотографиях. Обязательно побывайте там, обязательно посидите на месте какого-нибудь члена, извините, редколлегии. Почувствуйте запах «Комсомольской правды», дух «Комсомольской правды». Почувствуйте запах «Комсомольской правды».